Это важно людям, которые, например, работают на вредном производстве, либо живут в экологически неблагоприятном районе, либо курильщики. Это самая большая опасность, например, той же онкологии. Организм может справиться с чем угодно, с чем угодно, вылезти вообще из любого пике. Привет, мои хорошие, вы на канале Школа Здоровья и Ресурс. С вами я, Жгульская Марина, нутрициолог. И сегодня я хотела бы поговорить с вами про БАДы. Почему? Потому что это очень частый вопрос нутрициологу. Как правило, всегда, что попить, это самое первое у нас. То есть мы не обращаем внимания на то, как работает функционал нашего организма, сможет ли он усвоить то, что мы будем пить. Но тем не менее, БАДы это прямо вот сейчас уже чуть ли не панацея от всего. Это, конечно же, немножечко не так, но тем не менее, недооценивать их тоже не стоит. Поэтому сегодня я хочу начать с того самого витамина, который прямо самый любимый, самый главный. И который действительно должен быть в нашем рационе, должен быть как добавка. И это один из немногих витаминов, которые я рекомендую употреблять на постоянной основе. Конечно, варьируется доза. Конечно, варьируется, в каком виде мы его принимаем. Но тем не менее, он должен быть. Вот это просто принимаем как факт. И, конечно же, это витамин С. Это тот самый витамин С, который вездесущий, который капризный и который очень-очень нужен нам для практически большинства тех реакций, которые у нас происходят. Дело все в том, что у нас в организме вот с того момента, как мы рождаемся, как мы делаем первый вздох и попадает кислород в организм, у нас происходят процессы окисления. И в каждом организме несколько десятков тысяч, а то и сотен возникает таких клеток, которые повреждаются свободными радикалами. И если ее уже нельзя починить, то организм принимает решение ее уничтожить. Это называется окислительный процесс. И он происходит с нами. И как бы иммунитет на страже стоит. Иммунитет защищает нас от того, чтобы не пропустить удар, так скажем. Это, конечно, очень просто и условно. Я сейчас говорю, там гораздо более глубокие процессы. Ну, просто чтобы вы понимали. Так вот, именно витамин С выступает тем самым окислителем, восстановителем, вернее, этих окислительных реакций, которые происходят. И может восстанавливать вещества до их первоначальной формы. Например, это касается витамина Е. Витамин Е – это жирорастворимый витамин, очень мощный антиоксидант. Но, когда он вступает в реакцию, помогая нам не допустить вот это вот свободно-радикальное окисление, то он повреждается сам, становится очень токсичным. И как раз витамин Е, витамин С нужен для того, чтобы восстановить его до первоначальной формы. Но дело все в том, что витамин Е жирорастворимый, и он может накапливаться у нас в организме. И организм, грубо говоря, в момент, когда он нужен, может его там взять из запасника, из своего, из кладовочки, грубо говоря, да? А витамин С водорастворимый, он не накапливается. Витамин С взять нельзя ниоткуда, если он не поступил с едой. А витамин С поступает, делает свое дело и выводится, так как он водорастворимый, почками, мочой. В чем капризность витамина С? Дело все в том, что никто не знает его суточную норму, его суточную дозировку. И кто-то говорит, что это там 500, кто-то говорит 250, кто-то говорит, вы что, его надо вообще лопать граммами. На самом деле все зависит от ситуации, потому что витамин С капризный, и он не так, чтобы усваивается у нас в больших дозировках. То есть мы, например, можем видеть, что сейчас продаются там витамин С 1000 миллиграммов. И мы думаем, как хорошо, все-таки я возьму 1000, не 500, да? Потому что лучше побольше. Но так вот он не усваивается. Витамин С усваивается от 80 до 120 грамм за один прием. А все остальное просто уходит мимо. И в те моменты, когда мы, например, болеем, когда у нас есть реакция нашего иммунитета, температура, недомогание, какое-то воспаление, и организм наш борется, вот в этот момент витамина С надо много, потому что в иммунных клетках концентрация витамина С увеличивается иногда в десятки, иногда в сто раз. И вот представьте, где он нужен. В иммунных клетках, оказывается, именно тогда, когда мы болеем. И тогда организм может его усвоить много. Но ведь моменты, когда мы болеем, они же не такие частые. И поэтому нам на постоянной основе, дабы поддерживать организм и не допускать вот этих окислительных реакций, которые приводят к очень печальным, в общем-то, последствиям, да, нам надо витамин С, ну, чуть ли не там 4-5 раз в день принимать. И вот тут возникает вопрос, как это сделать, да? И на помощь приходят либо продукты с высоким содержанием витамина С, которые вы добавляете в каждый прием пищи, об этом мы сейчас еще поговорим, потому что это тоже, знаете, не так, чтобы простой выход. А во-вторых, приходят БАДы, у которых пролонгированное действие витамина С. Такие сейчас есть на рынке. И вот сейчас мы плавно подходим к тому, какие БАДы выбирать, да? Есть, например, нам сейчас рынок прилагает липосомальные формулы, дорогие достаточно, ну и как бы это чисто маркетинг, потому что в жировую капсулу, грубо говоря, запаян тот витамин, и вот проникновение у него лучше. Но витамин С и так хорошо проникает в организм, и так хорошо заходит во все реакции, ну и как бы зачем его делать липосомальным, только в редких достаточно ситуациях, когда вот у человека в организме, ну, есть какая-то вот такая проблема. Но таких людей, ну, крайне мало. Другие формы, например, натрий аскорбат, кальций аскорбат, это просто аскорбиновая кислота, которая соединена, например, с натрием. Но аскорбиновая кислота, мы должны понимать, что это не витамин С, это один из изомеров витамина С, а всего их у него шесть. Так вот, лучше всего в организме работает натуральный витамин С, который с биофлавоноидами, то есть вот в продуктах питания, как он содержится, там все шести замеров, да, лучше всего такой работает, или называют еще его L-форма. Есть L-форма, есть D-форма. L – это лево, а D – это декстра. И, ну, как бы вращение у них в разные стороны. Так вот, декстра – это считается неподходящее нашему организму, потому что она в другую сторону вращается, в отличие от наших клеток. А лево – это как раз вот хорошая форма. Так вот, лево-форма – это как раз, когда витамин С с биофлавоноидами. И вот если он пролонгированный, если он с биофлавоноидами, это самый идеальный вариант для того, чтобы витамин С зашел и сработал в организме вот так, как нужно, так, как должно. По поводу усвоения, мы, например, усваиваем вот эти вот 80-120 мг витамина С, тогда, когда мы не имеем каких-то воспалительных, например, состояний в организме, температуры там и так далее, воспалительных процессов. Мы его усваиваем, и пролонгированная форма делает так, что мы его усвоили, и потом, как бы, следующая часть открылась витамина, а потом следующая часть, и вам не надо его пить постоянно. Вам не надо его пить каждые, там, 4-5 часов, потому что он просто раскрывается и доставляет в организм витамин С. Кому это важно? Это важно, например, людям, которые спортом занимаются, потому что там много кислорода в организме, много окислительных реакций. Это важно людям, которые, например, работают на вредном производстве, либо живут в экологически неблагоприятном районе, либо курильщики, потому что у них тоже много окислительных реакций в организме, витамина С надо в разы больше, просто в разы больше. Это важно людям, которые лекарственные препараты какие-то принимают, потому что для того, чтобы выводить лекарственные препараты, Для того, чтобы вот обезвреживать как раз их витамин С тоже Ну, то есть, обезвреживает, конечно же, их не витамин С Их обезвреживают наши ферменты Их обезвреживают, ну, там, в печени происходящие реакции Но когда они обезвреживают, как раз появляются вот эти вот нехорошие формы Которые витамин С может восстанавливать В том числе, вот там участвует, например, витамин Е тот же самый Витамин С может, например, восстанавливать коэнзим Жирорастворимое вещество, которое нам очень сильно нужно которая добывает для нас энергию. А там, где энергия, ну то есть в клетках так устроено, что когда мы едим там жиры, белки, углеводы, да, они заходят в клетку, в клетке есть митохондрия, это наша энергостанция, и там они все преобразовываются в энергию, которая нужна нам для того, чтобы работать, чтобы уснуть, чтобы радоваться жизни, чтобы усваивать что-то, ну то есть на все процессы нужна энергия. И вот когда эта энергия образуется, там же образуются свободные радикалы, и очень важно, чтобы там было много витамина С, потому что когда они образуются, окисляется все вокруг, да, и тот же самый куэнзим, например. Потому что пока есть энергия в организме, организм может справиться с чем угодно, с чем угодно, вылезти вообще из любого пике, из любой патологии. Как только энергии нет, вот тут начинаются проблемы, и начинаются вот как раз эти окислительные реакции, поэтому витамин С здесь очень важен. Можем ли мы съесть витамин С в продуктах питания? Можем. И самое распространенное, это вот что приходит на ум, да, содержание витамина С в лимоне. Дело все в том, что в лимоне всего 40 миллиграммов витамина С, и то это учитывается, это имеется в виду тот лимон, который вот вы только что сорвали с ветки и тут же съели, потому что витамин С очень нестабильный, и он повреждается, окисляется и исчезает под воздействием света, воздуха, например, частичной температуры. И вот когда этот лимончик уже сорван, полежал там на складе, в магазине, полежал у вас дома в холодильнике, там остается в разы меньше витамина С. Гораздо богаче, например, на витамин С облепиха или, например, шиповник. Ну, если витамин С, например, имеет 40 миллиграммов, то та же облепиха имеет там 200 с чем-то миллиграммов. Но дело все в том, что вот, например, шиповник, мы завариваем его, в чайничек там себе накидали, намешали металлической ложечкой, да, и думаем, вот как хорошо мы витамина С сейчас примем. Нет, не примем, потому что, чтобы из шиповника получить витамин С, надо, во-первых, купить стеклянный термос, потому что металлические части его окисляют, в том числе металлический нож. Если мы, например, говорим про петрушку, которая тоже гораздо больше витамина С имеет, чем лимон даже тот же самый, да, то либо керамическим ножом, либо руками рвать, да, ну и желательно, чтобы свежая петрушка была. Так вот, он повреждается металлическими ножами, колбой, например, термоса вашего, ложечкой, который вы мешаете. И мы берем стеклянный термос, мы кипятим воду, прям минут 5-7-10 можно покипятить, чтобы вышел весь кислород, потому что кислород окисляет витамин С. Потом дробим шиповник этот сухой, да, ну или там свежий закидываем, заливаем в эту колбу воды вот прям под крышечку, чтобы когда вы закрываете крышечку, желательно, чтобы она тоже была, например, пробковая, закрываете крышечку и прям, чтобы водичка немножко вышла, чтобы точно не было воздуха никакого, закрываете плотно и через там 5-6 часов пьете вот эту теплую, теплый настой этот, сразу вот прямо разлили в кружки и сразу тут же выпили. То есть не храните его, потому что как только вы открыли, доступ кислорода попал и идет уже разрушение витамина С. Поэтому из продуктов питания не так, чтобы мы много его можем получить. Но тем не менее, например, если мы едим петрушку, мы получаем его и ферменты, которые тоже нам очень необходимы, но для этого ее надо очень тщательно разжевать, вот прям в кашицу. Витамин С боится света, витамин С боится температуры, витамин С боится металла, воздуха боится и разрушается очень легко. Поэтому витамин С я рекомендую в первую очередь получать из продуктов питания, сколько можно, а во вторую очередь обязательно добавлять его из БАДов. И вот БАДы надо очень подходить щепетильно к выбору БАДа, в котором витамин С, например, потому что аскорбиновая кислота это все-таки не витамин С, это один из его изомеров. И если у нас уже совсем ничего нет, то собственная аскорбинка подойдет. Но если вы хотите, чтобы у вас все эффекты витамина С раскрывались в организме, то, конечно, это витамин С с биофлавоноидами. Про дозировку. Можно ли пить витамин С граммами? Можно. Можно. И здесь есть исследования такие, которые как раз говорят о том, что и 3 грамма, и 5 граммов в день, и 9 граммов в день. И есть такие случаи, когда, например, даже врач, хирург, который оперировал там что-то до 80 с чем-то лет, он по 18 граммов в день пил. Но, конечно, когда у нас есть такие мифы, что от витамина С там камни в почках, это все неправда. Это все абсолютно неправда. Но что касается дозировки, ваш организм покажет вам нужную дозировку. Почему я сказала вначале, что никто не знает, какая дозировка? Если вы переборщили с витамином С, у вас просто будет жидкий стул. Почему? Потому что тот витамин С, который у вас всосался, я вам говорила, что за раз у нас организм может принять там от 80 до 120 миллиграммов витамина С. А все остальное просто уйдет в кишечник, притянет на себя воду. У витамина С есть такая функция. Ну и, в общем-то, организует вам жидкий стул. И поэтому, если ваш витамин С не усваивается, и дозировка для вас велика, ну просто вот ваш организм покажет. В этом нет ничего страшного, просто перестаете принимать, стул нормализуется. Про иммунитет более-менее сказала. Плюс еще все вещества, которые мы принимаем, например, тоже железо или та же медь. Это очень токсичные минералы, которые зачастую, ну по железу, например, да, много людей дефицитные. И вот без витамина С здесь никак не обойтись. Потому что даже если мы принимаем решение, хотя я очень против этого, принимать, например, препараты железа, потому что в большинстве своем, вот у меня, например, клиенты, из десяти у восьми есть анемия хронических состояний, когда железо категорически нельзя. Потому что оно окисляется, железо вы не поднимете, но стресс окислительный будет. Вот тут как раз витамин С очень важен, потому что именно он, вот эту трехвалентную форму, в которую у нас организм запасает железо, в общем-то, да, она не биодоступная, он переводит ее в двухвалентную форму, которая уже биодоступная, которая уже может работать в организме. Ну и опять то же самое окисление снимает, то есть прикрываться витамином С надо обязательно, когда особенно вы вот такие вот минералы датируете, потому что окислительный стресс это самый грозный враг, это самая большая опасность, например, той же онкологии, ну и многих других, конечно, сначала многих других состояний, а потом уже это приводит как раз к накоплению, к избытку, когда организм не справляется. И вот витамин С здесь первый самый помощник. Дело все в том, что жирорастворимые витамины мы не можем пить постоянно, они накапливаются, и токсическая доза у них определена. У витамина С нет такого, его мы должны принимать постоянно, у него нет токсической какой-то высокой дозировки, и витамин С действительно много погрешностей в организме снимает, когда мы имеем разные самые патологии, я даже не буду их перечислять, потому что проще перечислить те, в которых он не участвует. Так вот, витамин С нужен обязательно всем нам. Почему? Потому что если мы не хотим стареть, если мы не хотим болеть, если мы не хотим окисляться внутри, да, и с этим окислением зарабатывать себе там разные уже страшные патологии, то витамин С должен быть у вас обязательно и однозначно. У меня витамин С с биофлавоноидами, здесь все шесть изомеров, пролонгированная формула, которая позволяет раскрывать витамин С на протяжении 8 часов. И в 8 часов мой организм под защитой витамина С, самого главного антиоксиданта в нашем организме. Кстати, про витамины этой же фирмы Nutrilite, которую в большинстве своем я предпочитаю, выбираю для себя. У меня уже есть видео, обязательно посмотрите его. Про витамины вообще я могу говорить бесконечно, про все, не только про витамин С, но на сегодня я закругляюсь. А в комментариях напишите, пожалуйста, интересно ли вам такая тема, такие разборы. Если интересно, то, скорее всего, я эту рубрику продолжу. А на сегодня пока-пока. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Комментарии и подписки тоже приветствуются.